Доброго времени суток. Я нахожусь в городе Пайде и хочу вам показать заброшенное здание, которое, я так понимаю, здесь молочная ферма или молочное производство. И вот этот корпус заброшенный, разбитые окна. В общем, пойдемте посмотрим, что там внутри. Кто-то потолок разбирал явно. Домой себе что-ли? Или просто раздестроил? Всякая документация. Кобеля еще не все выдраны и сняты, что странно. Обычно с кобелей начинают. Так, ну у нас тут три этажа, по-моему. И... Так, ну это туалет. Вот. Начнем с первого этажа. Еще один ход. Эмердженси. Кнопка паника нуб, типа что ли. Как вы можете заметить, это видео я уже снимаю в 4К. И все последующие, я думаю, тоже буду снимать в новом формате. Офисная техника. Раздолбанная. Так, и что это? Здесь первый этаж, что ли? Такого быть не может. Странно, а? Ладно, поднимемся. Там нам может быть проход через второй этаж. Перед тем, как подняться. Вот можно посмотреть, кому принадлежало это молочное производство. Пайда Вива. И еще Майери. Это может просто заказчик, конечно. Ладно, идем наверх. Здесь уже плесень живет на стенах. Стекло кто-то приготовил. Опять жил покупки. Тут уже офисы пошли. Здесь запах такого старья, прямо старого дома. Но это, наверное, от мебели старой пахнет. Такой довольно-таки приятный запах для любителей, скажем так. Кто-то тут ностальгировал. Здравствуй, старая контора. Здравствуй, молодость. Кто-то лучшие года отдал этому комбинату, судя по всему. Странно, кобеля все на месте. О, древние. Люстры еще висят советские. Тоже документация. Ковер. Мягкий, по которому приятно ходить. Скрытый сейф. Которым ровным счетом ничего. Склад. Какая погода. Так, камера что-то фокусируется или нет. Здесь, конечно, все выбито. Я думаю, это раздевалка. Потому что вот этот шкафчик. Обычно линз трём. Куда сдавать грязную робу. Чтоб ее постирали. Это душевые. Не знаю, есть смысл включать фонарик. О, банька. Оно это, наверное, инфракрасное. Потому что... А, ну вот здесь печка была. Так, я не знаю, что с фокусом опять. Если камера сейчас будет выпендриваться, придется включить мануальный фокус. Потому что мне это не нравится. Точно так же, как и вам. Когда картинка становится размытой. Кто-то ботинки оставил. Это просто вспомогательное помещение. Беспонтовое совершенно. Без туалета был. Раковина. Которую сняли, наверное, домой или на дачу. Лампа, кстати, еще целая. Как-то, в общем, это здание дерибанит. Разбирают. Но как-то очень выборочно. Здесь склад. А, вот. Это склад рабочей одежды. Это вырезки. Раньше шили по этим чертежам. Рабочая одежда. Тетеньки, наверное, всякие ходили в белой робе. В белых вот этих вот штанах. Так, что он. Материали, да. Лавару из тускарта. Это складской учет материала, в общем. Это так. В общем, склад одежды. Вешалки. Странный какой-то шкаф. А, это швейная машинка же. С педалью. Да? Похоже на то. Но выполнена она как, как я не знаю, как будто здесь гранаты хранились. Ну, какое-то военное такое исполнение. Или просто сделано из военного ящика. Ну, в общем, швейная машинка какая-то навороченная была. Ладно, идем дальше. Тут еще один коридор. А, это же этот коридор. Понял. Окей. Почему-то. А, ну, это вся стена, в общем, ковер плесени такой. Я сначала думал, она покрашена, либо вскрытая, грязная, черная. Нет, это плесень. Здесь живет плесень. Дышать, конечно, этим. Блин, вредно. Это все этот коридор. Разбитая раковина. В общем, молодежь, я думаю, развлекается здесь. Тоже баня. Ну, наверное, одна женская, другая мужская. Пивасик. Или нет. Какие-то краски, может. Печку тоже стырили. Ко мне оставили. Документация. Пайдовский Мол Комбинат. Ну, вот вам реквизиты. Это уже новое время. Американ Экспресс Банк Лимит от Нью-Йорка. В общем, какие-то переводы. Сумм нету, просто реквизиты. Эстонский Ихис Банк. Блин, какой-то год, интересно. Не вижу. Да ладно, хрис. Это неважно. Этого всего уже нет. Может быть, даже и банка такого нет. Так, это, наверное... А, нет, это туалет. А это другая раздевалка. Что-то я уже тут купил. Заблудился. Сколько тут раздевалок. Так, ну вот это точно раздевалка. Гадалки не ходили. Вешалки советские. Которые, которые сейчас довольно-таки трудно где-то достать такие. Телефон разбитый. Какой-то пульт. Сигнализация, наверное. Ну вот, трубка. Ну вот, такая вот раздевалочка. Тоже сейф стоит. Зачем-то у нас дрянка вскрыта. Или его вырезали, что ли? А, ну да, болгаркой его вырезали. Может быть, что-то нашли. Может быть, и нет. Так, я сейчас иду, по-моему, назад. Да. Блин, тут реально можно заблудиться. Так, слева коридор. Справа коридор. Документы, документы. На печатной машинке текст набирали. Туалет. Ну, здесь слишком мокрое. Тоже рабочая одежда. Побросали ее. Ну, она тут будет гнить. Окна еще сильнее разобьют. И сырости только прибавляться будет. Стульчак еще советский, деревянный. О, тут целый архив, походу, был. Да, тут хранилась вся документация. Наверное, все счета. Вся отчетность за всякие сделки. Чертежи зданий, наверное. Вон, года идут. 99-й. Святая святых, наверное, любого предприятия, было. Когда-то. Има вера. Коги. Тюри. Ну, это различные города, наверное. Тюри точно. Вот. Удэ вав. Мэйкюля. Амбла. Да. Это идет по городам архив. А тут идет по годам. 94-й, 95-й, 96-й. Вот. Ладно, идем дальше. Тут даже фотки есть. А что-то тут они вводят какую-то экскурсию или комиссию. Показывают. Блин, кафель какой-то не очень. Раздолбанный весь. Лучше, наверное, такое не показывать. И карус вон на заднем фоне еще. Тут какая-то тетка такая модница. В плаще. Из-за этой бумаги скользко. Здесь вон целый ящик этой документации. О, арочка. Такой светлый кабинетик. Обои, конечно, уже спучились. Кто-то здесь всякие данолки пил. Кефир с бактериями. Лактобактерии или как они там. Так, это у нас второй этаж. А первым мы пропустили половину. Надо еще найти. Вторую половину пройти. Здесь мебель зачем-то лишняя. Перетащили, наверное, из того кабинета сюда. А, ну тут металл очень подготовили. Вот металл. Батарея чугунная стоит. В общем-то, это такой импровизированный склад. Значит, уже металл потихоньку выдирают. Значит, уже занимается. Ну, здесь в Пайде, наверное, работает он немного. Так, пройдусь туда. Поэтому тут безработным, безработным, как бы, есть чем заняться. Буду деребанить. Все, что осталось. Вот этот коридор. Оттуда я поднимался на второй этаж в конце. Здесь идет переход в соседнее здание. Но оно за забором, я не знаю, оно охраняется или нет. Выглядит оно, конечно, ну, заброшенным. Ну, хрен знает. Честно говоря. за этим заброшенным за ним идет там именно работающее производство молочное. что подозреваю, дальше уже ходить, наверное, нельзя. Тотмины. Там, собственно, сами цеха были. Само производство. Долбали ногами. Подозреваю, что тут закрыто. Он уже выломали. Ладно, возвращаемся назад. Тут тоже комната с документацией. Куча всего. Производственный учет на маслодельных сыродельных и молочных заводах. Какая-то, может, даже какая-нибудь кислота хреново знает. Ладно, попробую спуститься на первый этаж. Посмотрим, что там. Здесь был пожар. горелым пахнет. нет? Ну, горелым пахнет. Хотя копоти не видно. Может, глюк? Кафешка, что ли? Ну, да. Или нет? я думал, как будто здесь столы стоят. должны стоять. Значок какой-то. ПТК Пайда. Пима, тестус комбинат, молочный комбинат Пайда. Сувенир неплохой. О, тут их много. Целый пол в этих значках. Кстати, хороший паркет, но он спучился уже, конечно. Не могу понять, это бар или это не бар. Пускай будет бар. Я думаю, это все-таки бар был. Барат какой-то. ящики еще советские. Я помню, такие ящики, по-моему, по 25 крон принимали. Если где-то найдешь, тащишь их в сдавалку для бутылок и там бабулька тебе 25 крон дает за ящик. если я ничего не путаю. Это еще советские. Да? Блин, мне кажется, это все-таки или нет? Ну, очень-очень похоже. Могу ошибаться. Я уже тысячу лет не видел. так, ну, это у нас первый этаж, бар. Возвратимся в фойе. Вот, тут еще и подвал есть. так, всему свое время. Давайте посмотрим быстренько первый этаж. Меня очень взволновал подвал. Может быть, там даже бомбарь есть какой-нибудь, но это не точно. Вот здесь сколько металла. Сваренные тавровые балки, сделаны двутавры, на них лежат потолковые панели вот эти. Они тоже что-то весит. Видно, что они, блин, наверное, миллиметровка. Ну, короче, тут металла куча еще. Так, это какой-то зал. Ох, спортивный зал, плюс еще как актовый зал, что ли. С одной стороны, сцена, а с другой стороны, по-моему, это баскетбольное кольцо, если не ошибаюсь, да? Ну, только оно какое-то в стиле рамштайна сделано. Так, там выход на улицу. Но нам туда не надо. Потолок тоже из металла. Или нет? Нет, дерево. Тоже паркет на полу. сцена прогнила. Сверху походу целый водопад во время дождя. Сейчас еле мокрая. подъем. Мне уже хочется побыстрее в подвал спуститься посмотреть. Здесь все ободрано. Кто-то доски. доски здесь еще вон дофига на потолке. Ну, в общем, это здание будет разбираться очень активно. Потому что тут и металл. какой отличный выход на улицу. Так, надо возвращаться. Я так быстро пробежал туда, что не заметил, что здесь металл уже лежит приготовленный. Здесь, там. В общем, они через это окно его разгружают в машину. Ладно, возвращаемся. Здесь уже трубы содраны. Оттуда я спустился. вот это трачье здание. Тоже, что ли, терзел? Во, чугунину готовят. К сдаче трубы порезанные уже лежат. Медяшка приготовлена. Ого, витрина. она состоит из нержавейки. То есть, она здесь не зря стоит. Походу, ею тоже займутся. Ее тут несложно разобрать. нержавейка. Нержавейка побольше, чем черняк для люлиний. Металистам даже приятнее будет ее разбирать. О, опять же, металл лежит. Это все приготовлено к сдаче. колоночка разобранная. Это кухня, что ли? Вытяжка. Еще не всю чугунину раздолбали. Но, наверное, брали пока то, что можно без проблем брать. Доберу сюда всего. Телефон. Прикольно. Блин, я еще помню эти телефоны, где палец вставляешь, крутишь. Мои дети, внуки уже, для них это будет какое-то откровение, что раньше, чтобы набрать номер, нужно было палец вставлять и до упора крутить. Алюминий. О, жилы толстые. Это что? Просто труба вентиляции еще не разобрана. То есть мы, в принципе, можно сказать, что вовремя приехали. Вон сколько посуды для селедки. Блин, оно так зеленым отдает, как будто это урановое стекло. Урановое стекло свистится при ультрафиолете. Вот. Посуды куча. О, подносы даже гарантирные. Стекло лохна, что ли. Прикольно. Блин, тут еще, в общем-то, есть на что посмотреть, пока тут жгли бумагу либо документацию. Но копоти почему-то нет. То есть мы, получается, сюда попали вовремя. Тут еще есть на что посмотреть пока что. Потому что это все очень ненадолго. Здание уже активно деребанят, как вы видели. Здесь еще вон металл наверху. ну вот эти, наверное, здесь они и начали их разбирать. Здесь что-то стояло. там еще трубы. В общем, очень прикольно, что я сюда попал. Пока еще есть на что посмотреть и вам заодно показать уксус, что ли. Раньше уксус был вот таких. Ну да, пищевой уксус 30-ти процентный. Когда-то давно были. А сейчас уже в пластиковых прямо ностальгия. Как будто кусок совка от детства моего. Я в него вот так вот как-то попал. Здесь какая-то химия хранится. Бутылки из-под водки еще древнейшие. тут ничего. Туда выходили уже. Дверь вынесена. зачем это. Сейф двери. Что-то ради прикола интересно в сейф заглянуть. Естественно там ничего не будет. Ну просто это как вызов своего рода. ну ничего здесь выход. Так я так понимаю с первым этажом все. Или нет. да вроде все. Ладно не будем ломиться культурные люди все-таки. Так возвращаясь в фойе спускаемся в подвал. Так момент истины. фермер качественные молочные продукты. Бинго это я люблю. волок. Продолжение следует... Да, походу это бомбарь был. Или нет? Массос. Ага, выход на улицу. Запах ржавого металла. Вентиляция. Капает. Когда спускаешься в какое-нибудь подземное помещение, начинаешь прислушиваться ко всяким звукам, что вокруг происходит вообще. Потолок просекает. Ну, наверное, мы сейчас где-то под сценой, я думаю. Примерно. В общем, не знаю. По мне, так это просто какое-то облагороженное бомбоуберис. Гигантский свет стоит. Весь вспотел внутри. Блин. Даже уже дверь не открывается. Миновиум сгнил. Миновиум сгнил. Еще одна комната. И еще что-то там есть. Громко так. И еще одна комната. Полы играют. Надеюсь, что они не прогнели до конца. Чтобы ногу не сломать еще здесь. Подъем. Так. Это по подвалу, я так понимаю. Все. Идем посмотрим третий этаж. Вот. Тоже не ржавичка, да? Нет. Эй, зарплату давай на сяденька. Что такое, да, утром? Что-то с маленьким таким вентилятором. Так, ну это туалет. Везде документация распихана. Что-то я гремлю так. Здесь завернуты молоты. Ну, в общем. Где закрыто, я туда. Лезть. Не буду. Странная планировка здесь. Стенки. Как вас на мяческих квартирах. Паркет. Зарплату как раз удавали. Так. Заглянули, да? Да. Заглянули, да? Да. Такое вот здание. тут офисы уже одни идут если второй этаж это в основном раздевалки третий этаж это офисы первый этаж кухня и что-то там еще было нефтепродукты масла смазки присадки капремонт спорди инвентарий арвестов карт техно экспорт чехословакия прага может быть они ездили этот завод на какие-то выставки показывали свою продукцию фами роли заказе кишли диплом вот старая советская урна под полетенку блин я даже когда такая была бумага бумага опять книги книги документы здесь что справочник работника лаборатории консервного завода справочник страшное пособие по н.о.т. основы асептики в технологии чистых микробиологических препаратов может быть здесь библиотека была в этом помещении непонятно это гипрок или что-то советская гипсокартон какой-то советский потолки уже современная вроде бы то росту юст фермер может быть даже на россию работал этот завод а можно даже если так разгуляется фантазия можно предположить что работал на россию а потом когда отношения испортились завод закрылся из-за этого мейери по мою даже помню такую продукцию вот здесь уже паркет современный скрипывает шкафы 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 стол это перья это переписать чернилами ну да всякие плакаты делать там нужен побольше шрифт поэтому широкое перо хрен знает всякая фигня лампочки тут по-моему звонок лежит если не ошибаюсь ой 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 как громко аккумулятор блин тут нихрена себе такая волна прямо идет аккумулятор 6 половин 6 половина ампер это мопед наверно не обслуживаем похода 6 половина ампер для мотика маловато как раз пакета из-под молока лифта чего-то пиенц это наверное латышское молоко пусто кефир мейери и степимо квалитет альфа на вал агрис 5 китов подсчеты подсчеты там тоже радио . спряталась если я не ошибаюсь зачем мы туда поставили это пусто здесь уже современный ламинат стоит кефире то ли на кефире тот месяц технология схем технологическая схема производства кефира вот как идет как начинает машина с молоком и здесь схема как она прогоняется технологическая схема вакуумного аппарата до с 800р тоже как это ну вот и теперь я как раз который вам показал вот они используются тут все от руки написано автоматизированная пластинчатая пастеризационная охладительная установка для молока установка распылительная сушильная установка распылительная сушильная да это не просто так вот тут довольно таки много этого наверное на россию тоже работал я так понимаю вот вот и запаянное то есть это получается просто показуха такая но это уже современная терапия мейере раньше было но вот я честно говоря уже что-то знакомое но блин я так точно не помню кефир фермер изготовитель пайдиский мыл комбинат но считаете его уже нет нет ну так он есть конечно там за забором у нас и йогурт ну вот это здание тут короче снаружи висит вывеска что она продается но как видите окна разбиты здесь целая до сюда наверно трудно докинуть камни вот первый и второй этаж окна разбиты здание не отапливается плюс попадает влага конечно же ну и понятно что это все дело гниет и тут уже больше земля будет стоить чем само здание как бы нет смысла я думаю кому то это здание будет восстанавливать типа масло блин ну я не помню было наверно у меня ели что-то знакомое есть сейфы сейфы мы любим на стрел 7,62 да блэнк это у нас холостые две скромные штучки такие лежат на полу почему только две вояки наверное здесь тоже тренировались что ли закрыто закрыто шкафы 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 так ну тут уже к концу подходит видосик я так понимаю мы все здание обошли да лестница по которой я буду сейчас спускаться в общем спасибо за внимание подписывайтесь на инстаграм ссылочка внизу и будем искать новые какие-то заброшенные здания пишите мне если вы что-то увидите если захотите ну посмотреть видосик оттуда если оно достаточно ну интересно если оно не не просто тупо стены да какие-то голые а если что-то посмотреть то блин с удовольствием приеду и сниму а так пока до новых встреч пока это все